Глава третья Книги Притчи Соломоновых Сын мой, наставление моего не забывай, и заповеди мои да хранит сердце твое, ибо долготы дней, лет жизни и мира они приложат к тебе. Милость и истина да не оставляют тебя, обвяжи ими шею твою, напиши их на скрижали сердца твоего, и обретешь милость и благоволение в очах Бога и людей. Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои. Не будь мудрецом в глазах твоих, бойся Господа и удаляйся от зла. Это будет здравием для тела твоего и питанием для костей твоих. Чти Господа от имения твоего и от начатков всех прибытков твоих, и наполнятся житницы твои до избытка, и точила твои будут переливаться новым вином. Наказание Господне, сын мой, не отвергай, и не тяготись обличением его. Ибо кого любит Господь, того наказывает, и благоволит к тому, как отец к сыну своему. Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум. Потому что приобретение ее лучше приобретение серебра, и прибыли от нее больше, нежели от золота. Она дороже драгоценных камней, и ничто из желаемого тобой не сравнится с нею. Долгоденствие в правой руке ее, а в левой у нее богатство и слава. Пути ее пути приятные, и все стези ее мирные. Она древо жизни для тех, которые приобретают ее, и блаженны, которые сохраняют ее. Господь премудростью основал землю, небеса утвердил разумом. Его премудростью разверзлись бездны, и облака кропят росою. Сын мой, не упускай их из глаз Твоих, храни здравомыслие и рассудительность, и они будут жизнью для души Твоей и украшением для шеи Твоей. Тогда безопасно пойдешь по пути Твоему, и нога Твоя не споткнется. Когда ляжешь спать, не будешь бояться, и когда уснешь, сон Твой приятен будет. Не убоишься внезапного страха и пагубы от нечестивых, когда она придет, потому что Господь будет упованием Твоим и сохранит ногу Твою от уловления. Не отказывай в благодеянии нуждающемуся, когда рука Твоя в силе сделать это. Не говори другу Твоему, пойди и приди опять, и завтра я дам, когда Ты имеешь при себе. Не замышляй против ближнего Твоего зла, когда он без опасения живет с Тобою. Не ссорься с человеком без причины, когда он не сделал зла Тебе. Не соревнуй человеку, поступающему насильственно, и не избирай ни одного из путей его, потому что мерзость пред Господом развратной, а с праведными у Него общение. Проклятие Господне на доме нечестивого, а жилище благочестивых он благословляет. Если над кощунниками он посмеивается, то смиренным дает благодать. Мудрые наследуют славу, а глупые — бесславие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова